Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео хочу показать покупки уходовой косметики из разных магазинов. Давайте начнем с гипермаркета Globus. Там была сделана всего одна покупка, но очень выгодная и интересная. Увидела я набор бархатной ручки за 109 рублей. И в наборе идут три тюбика, каждый по 30 мл. Конечно, 30 мл это очень мало, но учитывая, что каждый мне фактически обошелся в 36 рублей, почему бы и не купить? Тем более, такие кремы отдельно, без набора, я ни разу не видела. В набор входит крем райское масло Бабасу, если я правильно произношу, тайна цветов Маринги и экзотический уход. Мне очень интересно будет воспользоваться этими малышками. Надеюсь, меня порадуют и ароматы, и уходовые действия. Я надеюсь, будут неплохие. Перейдем к покупкам в подружке. Самая дорогая покупка в этом магазине – это успокаивающий бальзам после бритья без спирта от производителя Невея. Я купила его для мужа, и учитывая скидку 15%, он обошелся мне в 354 рубля. Теперь уже более бюджетные покупки из подружки. Купила я свое любимое эфирное масло – сладкий апельсин и лимон. Апельсин 50 рублей, лимон 55. Я это масло использую и для каких-то уходовых целей. Можно таким эфирным маслом обогащать крем. Можно капнуть пару капель в ванну, когда вы ванну принимаете. Но я очень люблю использовать для хозяйственно-бытовых целей. Уже много раз рассказывала. В стиральную машинку вместо кондиционера я капаю пару капель эфирного масла. И белье имеет потом очень приятный, нежный, такой еле ощутимый аромат. Также купила я вот такой гель антибактериальный для рук. Обошелся он мне в 101 рубль. Мне нравится, что здесь 50 мл. И тюбик такой очень компактный. Он влезает в мою просто крохотную летнюю сумочку. Что мне не очень нравится в этих гелях от производителя LP Care, это вот эти вот крупинки. По логике они должны, я не знаю, таять, наверное, при нанесении геля на руки. У меня они не тают, ничего с ними не происходит. В общем-то, они так потом елозят по рукам, когда этот гель как-то распределяешь, разносишь по рукам. Ну, вот это минус. Ну, в общем-то, содержание спирта, да, кому важно. Давайте посмотрим. Так, спирта у нас здесь 66%. На стенде с масками были маски по акции. Я выбрала то, что, на мой взгляд, может подойти для сухой кожи. Какая-то маска стоила 49, какая-то 59. От Эсфолио я очень люблю маски. Это у нас с экстрактом гнезда ласточки. Ну, вообще маски от Эсфолио мне подходят с экстрактом гнезда ласточки. Покупала от других корейских производителей. Для сухой кожи вполне себе неплохо. И вот от такого производителя JNN маска для лица с коллагеном. Ну, с коллагеном, мне кажется, подходит вообще для любого типа кожи. Последняя покупка из подружки. Это вот такие салфетки. Влажные, универсальный, очищающий. Производитель LPK. В упаковке 60 штук. Со скидкой заплатила 75 рублей. Мне нравится, что есть вот этот клапан. Удобно этими салфетками пользоваться. У меня они лежат на туалетном столике. И именно в этих мне очень нравится такая, ну, какая-то нежная, приятная отдушка. Так, осталось вам показать совсем немного покупок из FixPrice. Появилась моя любимая зубная паста Colgate Max Fresh со свежающими кристаллами. Здесь у нас хороший объем 100 мл. Кстати, это какая-то, видимо, новинка. Не знаю, экстра свежесть. Хотя, мне кажется, вот Max Fresh в такой зеленой упаковке я покупала уже несколько раз. 99 рублей. Вполне себе хорошая цена за эту пасту. Мне она нравится. Она отлично пенится, прекрасно полость рта очищает. И что мне нравится, на приличное время остается такое очень приятное, мятное послевкусие. Появился в FixPrice мой любимчик. Это троксируйтин, тонизирующий, охлаждающий гель для ног. Стоил он 50 рублей. Давайте я вам покажу тюбик. Здесь 50 мл, но расход у этого геля немаленький. Я наношу его в основном на икры. Он очень ноги приятно, знаете, так разгружает, охлаждает, действительно тонизирует. Прошлым летом я с огромным удовольствием этим гелем пользовалась. Очень рада, что он опять в магазине появился. Такой прям, знаете, летний товар. Купила жидкость от Fito Cosmetic для снятия лака. Эта жидкость содержит ацетон. Здесь всего лишь 30 мл, и стоила она 11 рублей. Я не люблю жидкость с ацетоном, но это достаточно мягко, если сравнивать с другими ацетоносодержащими. Для чего я купила? У меня есть такие лаки с глиттером. Ну, вернее, даже, наверное, это топовое покрытие, которые очень плохо снимаются обычной жидкостью для снятия лака без ацетона. Вот именно для снятия таких топеров я и купила вот эту малышку. Мне хватит надолго, потому что топерами пользуюсь не так часто. И последняя покупка Fixed Price. Она была сделана по рекомендации зрителей под одним из видео покупок. Мне кто-то из зрителей, подписчиков порекомендовал обратить внимание вот на такие станки марка Big. В упаковке всего два станка. Каждый станок имеет три лезвия. Стоили они 77 рублей. Да, это мужские станки. Но мне написали, что они для наших женских целей вполне себе неплохо подходят. В общем-то, что качество очень-очень хорошее. Поэтому, конечно же, мне стало интересно. Я эти станки купила. Так, вот немножко все даже падает. Все. Это все покупки таких уходовых, гигиенических каких-то расходных средств. В общем-то, все мне было нужно. В хозяйстве все пригодится. Спасибо, что посмотрели мое видео. Кстати, если вот такие кремы бархатные ручки покупали, напишите, как вам они понравились, подошли и не очень ли такие, знаете, яркие, прям душащие ароматы. Может быть, стоит оставить их на осень, а летом будут как-то, не знаю, не очень. Слишком. Спасибо, что посмотрели мое видео. Вам желаю удачи, самых приятных покупок. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok